Референдум 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 Результат такой работы института в прямой демократии налицо. Швейцария – одна из богатейших стран мира, с самой стабильной экономикой и политической системой и с одними из самых высоких в мире показателей ВВП и уровня жизни населения. Однако наиболее весомым достижением является высочайшая ответственность граждан за принятие власти любых решений, ответственность, которая обеспечивает их глубокая осведомленность по каждому отдельному вопросу. Потому что наш народ достаточно зрелый, информированный и в принципе очень взвешенно отличает хорошие идеи от плохих, понимая, чего та или иная из них стоит на самом деле. Украина именно посредством референдума обрела независимость. Но в дальнейшем, принимая государственно важные решения, власть с мнением народа не считалась. История референдумов в нашей стране ярко иллюстрирует, почему институты государственности и страна в целом находятся в плачевном состоянии. За все годы независимости в Украине состоялся только один всеукраинский референдум в 2000 году. Но у власти не нашлось политического мужества имплементировать его результаты в конкретные законодательные решения. Попытки провести второй всеукраинский референдум были полностью заблокированы властью. Подписи за его проведение были собраны еще в 2005 году. Их многократно проверяли. Процедура сбора подписей абсолютно соответствовала действующему законодательству. Но власть уклонилась от исполнения своей обязанности и не понесла никакой ответственности за это, несмотря на решение Конституционного суда Украины, обязавшего ее провести референдум. Общественное движение «Украинский выбор» еще в мае 2012 года направило письменное обращение по этому вопросу к уполномоченному Украины по правам человека Валерии Лудковской. В письме подчеркивалось, что согласно правовой позиции Конституционного суда, полномочия президента Украины провозглашать всеукраинский референдум по требованию граждан носят обязывающий характер. Но ни президент Ющенко, ни президент Янукович не предприняли никаких действий в этом направлении. А все обращения движения «Украинский выбор» утонули в отписках, не получив должного реагирования. Нежелание власти вести открытый диалог с обществом и считаться с мнением народа по ключевым вопросам развития государства и общества стали благодатной почвой для роста коррупции, сворачивания демократических преобразований и консервации тоталитарной системы, которой власть управляет народом, а не исполняет его волю. Все это в итоге привело к вооруженному противостоянию, которое уже свыше двух лет длится на востоке Украины. Сегодня нет более актуальной задачи, чем запуск инструментов прямой демократии. Именно они позволят включить граждан в процесс построения своей страны и государства, создать условия, при которых органы власти будут заинтересованы в открытом, всестороннем и искреннем диалоге с обществом, по всем без исключения вопросам развития. Украинский выбор права народа заявляет, принимать ключевые решения должны не чиновники и политики, а народ на всеукраинском референдуме. Это залог становления Украины как свободной, успешной, конкурентоспособной и процветающей державы. В стране все вопросы стратегического развития нашей жизни, как внутренней, так и деятельности нашего государства во внешней политике, должны решать граждане, должно решать большинство. Эксперты нашего движения разработали проект внесения изменений в Конституцию Украины и проект закона о всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе, которые позволят реализовать право народа на непосредственное управление страной. Украинский выбор права народа обязательно добьется того, чтобы референдум, как форма волеизъявления по наиболее значимым вопросам и беспрекословное выполнение воли народа стали неотъемлемыми условиями жизнедеятельности государства. Продолжение следует...